Приветствуем вас на канале Лит-Клуб. Читаем краткое содержание сказки Павла Бажова «Каменный цветок» с сайта Брифли. Читает Любовь. Жил в одном из уральских заводов мастер Прокопич, первый по Малахиту в тех местах. Мастер уже пожилым был, вот барин и велел приставить к нему ученика. Только не шла науку Прокопича, все у него срывка до стачка. Наставит мальчонке шишек по всей голове, уши оборвет, да и отсылает обратно. Не способен, мол, к науке. Местные мальчишки начали Прокопича бояться, да и родителям не хотелось свое дитя на муки отправлять. Так и дошло дело до Данилки, не до кормыша. Был этот 12-летний мальчонка круглым сиротой, мать свою не помнил, а отца и вовсе не знал. Лицом Данилка был чистенький да пригожий, поэтому взяли его казачком в господский дом. Тут надо бы в юном виться, а мальчик уставится на украшение какое и замрет в уголке. Посчитали Данилку блаженным тихоходом и отправили в подпаски. Но и здесь работа у него не пошла. Старый пастух заснет, Данилка замечтается, а коровы разбегутся. Однажды потеряли нескольких коров. Одна из них приказчикова была. Высекли сначала старого пастуха, а потом за Хилову Данилку принялись. Палач сперва не сильно ударил. Данилка зубы сжал и молчит. Тогда палач разозлился и начал бить изо всех сил. Мальчик так и сам лел, не проронив ни звука. Выходила Данилку местная бабка-знахарка. От нее мальчик узнал о каменном цветке. Растет этот цветок у хозяйки в Малахитовой горе. На змеиный праздник полную силу имеет. Если человек тот цветок увидит, всю жизнь несчастным будет. А почему? Бабка не знала. Скоро Данилка на ноги стал. Приказчик это углядел и приставил его учеником к Прокопичу. Мальчонка-сирота, учи как хочешь, никто не заступится. Глаз у Данилки оказался верный. В первый же день он мастеру на ошибку указал. Прокопич один жил, жена его умерла, детей не нажил. Вот и привязался мастер к сироте. Работать с Малахитом вредно. Каменная пыль быстро легкие забивает. Поэтому решил мастер сначала худого и хилого Данилку откормить, а потом уж за науку приниматься. Представил он мальчика к хозяйству и начал задания давать. Что не работа, то забава. Прокопич крепостной был, но работать на себя по оброку ему разрешалось. Поэтому у мастера был свой доход. Данилку он за сына принял. Справил ему хорошую одежду, сапожки. К ремеслу своему мастер его пока не подпускал. Но Данилка сам выспрашивал Прокопича и все запоминал. Скоро приказчик заинтересовался, чей-то мальчонка целыми днями бездельничает. Решил проверить, чему мастер его выучить успел. Оказалось, что между делом Данилку успел много премудрости усвоить. С этого дня кончилось Данилушкино вольготное житье. Начал приказчик ему работу давать. За этой работой Данила и вырос. Работал он быстро, но Прокопич учил его не спешить. И приказчику внушил, что Данилка – тихоход. В свободное время мальчик даже читать писать научился. Со временем стал видным парнем. Высоким, румяном, кудрявым, веселым. Одним словом – сухота девичья. Когда выточил Данила за рукавьи змейку из цельного камня, приказчик его мастером признал и написал о нем барину. Тот решил испытать нового мастера. Велел выточить чашу из малахита, чертеж прислал и наказал присматривать, чтобы Прокопич Даниле не помогал. Поместил приказчик Данилу у себя. Сначала парень старался работать медленно, а потом ему скучно стало. Он и выточил чашу одним махом. Приказчик ему еще две такие же чаши выточить велел. Получилось, что Данила сделал три чаши за срок, которые барин на одну дал. Понял приказчик, что Прокопич его за нос водил, разозлился и описал все барину. Тот же, все как есть, наоборот, повернул. Назначил Даниле маленький оброк и не велел от Прокопича забирать, надеясь, что вдвоем они что-то новенькое придумают. К письму барин приложил чертеж затейливой чаши, велел сделать такую же и срок отвел неограниченный. Данила принялся за работу, но чаша ему не нравилась, не было в ней красоты одни завитушки. С разрешения приказчика решил еще одну чашу выточить по своей задумке. Стал Данила мастер задумчивый, невеселый, с лица спал, все ходил по лугам, искал цветок, чтобы по его подобию свою чашу сделать и всю красоту камня показать. Выбрал он для чаши дурман-цветок, но сперва решил барский заказ доделать. Прокопич его отговаривал, потом женить решил. Надеясь, что после свадьбы в теодуре из-за его головы выйдет, Данилка признался, что соседка Катя давно его ждет. Наконец выточил Данила барскую чашу и устроил по этому случаю праздник. Пригласил невесту и старых мастеров. Один старик, учитель Прокопича, и рассказал парню, что те, кому каменный цветок увидеть удается, постигают всю красоту камня и навсегда попадают к хозяйке в горные мастера. Потерял Данила покой, а свадьбе забыл. Так хотелось ему красоту камня понять. Однажды пошел он в Малахи для своей дурман-чаши искать, а голос ему и подсказывает, сходи на змеиную горку. Потом мелькнула перед Данилой женщина и пропала. Отправился парень на змеиную гору, нашел то, что искал, принялся за работу, но не выходит у него чаша, жизни в ней нет. Понял Данила, что не в силах поймать красоту камня, жениться решил. Свадьба пришлась как раз около змеиного праздника. Пришел Данила в последний раз к змеиной горке, сел отдохнуть, тут ему хозяйка и явилась. Парень ее по красоте и малахитовому платью узнал. Попросил он хозяйку показать ему каменный цветок. Та его отговорить попыталась. Увидевшие цветок радость жизни теряют и сами к ней возвращаются. Но Данила не отступал. Отвела его хозяйка в свой сад с деревьями и травой из разного камня и подвела к черным, будто бархатным кустам. Нагляделся Данила мастер на каменный цветок и хозяйка его домой отпустила. В тот день у Кати невесты вечеринка была. Сперва Данила веселился вместе со всеми, а потом загрустил. Вернувшись после вечеринки домой, разбил Данила свою дурман-чашу, в барскую чашу плюнул и выбежал из избы. Долго Данилу искали. Одни считали, что он с ума сошел и в лесу загинул, а другие говорили, что хозяйка взяла Данилу в горные мастера.